Паладарская область в этом году в 9 раз увеличит прием желающих переехать в Приртышье из южных регионов. Это должно помочь решить главный вопрос с дефицитом трудовых резервов. В регионе, особенно в сельской местности, не хватает высококвалифицированных животноводов, агрономов, механизаторов, медиков и учителей. В то же время на юге люди не всегда могут найти работу и применение своим знанием. С нового года также увеличится поток внутренних мигрантов в Североказахстанскую, Восточно-Казахстанскую и Кустанайскую области. О переселении материал Соло Ататимир Булатула. Для тех, кто решил резко изменить судьбу и выбрать новое место жительства Паладарской Приртышье, создаются все условия. Первым делом, чтобы по приезду сюда люди не испытывали каких-либо бытовых проблем, могли отдохнуть с дороги, а еще получить консультации, открыли адаптационный центр. Ведь помимо государственной квоты есть и те, кто приезжает на север самостоятельно или их приглашают потенциальные работодатели. Паладарская область приняла 69 семей внутренних мигрантов. Это у нас 292 человека в рамках региональной квоты. Конечно, вне рамках региональной квоты тоже пребывали семьи. Но те, которые мы привлекли и на сегодняшний день всех обустроили, это люди, которые на сегодняшний день необходимы рынку труда. Транспортные расходы, подъемная, а главная работа. Участники программы в Паладарской Приртышье на 100% обеспечены гарантированной поддержкой. Молодая семья Смаиловых раньше жила на Зимовке в Кармакшинском районе Казалардинской области. Теперь прописалась в селе Щербакты на границе Павлодарской области и Алтайского края России. Поиск работы и желание на 360 градусов изменить судьбу, как выяснилось, это не единственная причина для переезда. У некоторых людей это связано с личными, семейными вопросами. А у кого-то, как, например, с Жадыры Абильбаевой, по медицинским показаниям. «У меня высокое давление, а на юге бывает очень жарко. Врачи посоветовали попробовать изменить климат. Да и моим родным нужна была хорошая работа. Вот так сложилось, что я стала инициатором переезда в Павлодар». Все ли в порядке у переселенцев с юга и этнических казахов, переезжающих на историческую родину из других стран, обсудили на специальном совещании с Акимом области. У региона большой потенциал, поэтому он готов принимать новых жителей, отметил Булат Бакаов. Готова к увеличению квоты для приема переселенцев и северо-казахстанская область. «На 2018 год планируется принятие 767 семей, то есть квота выделено на 3445 человек. Это, да, это пять раз больше, чем в 2017 году. У нас в 226 населенных пунктах подготовлены более 700 пустующих домов. И имеется более тысячи вакансий, которые обновляются в течение года». По официальным данным, в 2017 году на данную программу выделили свыше 70 миллионов тенге. При этом 197 миллионов потратили на возмещение транспортных расходов, а львиная доля средств – 510 миллионов тенге на пособие и аренду жилья для переселенцев. «Мы рады переезду и в первую очередь думали о будущем детей, чтобы они расширяли знания, могли получить образование, повышали свою культуру. То есть, можно сказать, руководствовались новой программой «Рухани Жангару». С другой стороны, мы, жители юга, сохранили многие национальные традиции и можем поделиться именно севере страны. Вот такой происходит культурный обмен». «К самым трудодефицитным в Казахстане, помимо Павлодарской и Североказахстанской, отнесены также Восточная Казахстанская и Костанайская области. Именно эти регионы становятся сейчас новым домом для участников государственной программы». Салаватимир Булатулла, Самат Хайрденулла, Марат Игельков, Тулиген Иманов, Самат Аспанов и Алексей Мельницкий. Итоги дня.